Ждёшь завтрашний день? А, завтра суббота? Нет, завтра первый учебный день. Я, пожалуй, забью. Но ведь это твоя работа. Да мне похоже. Элизабет, тебе нельзя учить детей. Ну, серьёзно, какая из тебя учительница? Мне не нужна доска и мял, чтобы провести этот сраный урок. Ну и тупые! Дебилы! Слушай, Элизабет, а может быть, сходим куда-нибудь сегодня? А ты всё ещё физрук? Ну, вообще, да. Свободен. Понял, эвакуируюсь. Теперь моя цель – найти мужика, который будет меня содержать. Здравствуйте. Скотт Далако. Элизабет Холси. Я новый учитель. Какие часики? Это не егерь для Кута? Да, семейный бизнес. Как мне нравится его улыбка. Я бы с ним трах. Привет, девчонки! Значит, вы с женой недавно сюда переехали? Я не женат. На самом деле, я недавно расстался с девушкой. У неё такое большое сердце. Куда уж больше. Если у меня будут большие сиськи, он будет мой. Но грудь стоит до хрена. Да уж тем более тебе нужно две. А вдруг тебе премию дадут? Вот, блин! Какую ещё премию? За госэкзамен. Учитель с наибольшим средним баллом получит премию. Эмми получает её каждый год. С этого дня всё изменится, детки. Халява закончилась. В эти выходные мы будем мыть машины. На этом в прошлом году мы заработали 6 тысяч долларов. Погнали. Мне позвонил отец одной из учениц. Попросил делать это еженедельно. Что за бред? Кто ответит на мой вопрос? Ты, Чурдяй? Это, эм... Мимо! Очень плохая училка. Так, стоп! Сумерки. Я тебя чего учил на уроке? Бросай они в неё, бросай как бы сквозь неё. Вали! Я хочу поговорить об этом парне. Ой, простите, пожалуйста. Простите. Он вёл себя как какой-то секретный агент. О, нет, 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 нет. Привет, Джон. Наверное, я плохо объяснил, но мы должны быть вместе. Простите, кто вы? Это тот парень. Я парень. Тот парень. Роди вашей безопасности... Что бы ни случилось? Не вставайте с места. О чём вообще речь? Не надо. Все влезать! За нами никто не идёт! Или я убью себя, а потом её! Родни! Родни! Пуля прошла на вылет. Кости и бедренные артерии не повреждены. Всё просто классно. Получишь повышение. Классно? Кое-кто будет теперь за тобой следить. Скажет, что я психически неуравновешен, склонен к насилию, опасен. Всё это прозвучит очень убедительно. Я уже убеждена. Ещё неделю назад. Рэй Миллер был самым надёжным секретным агентом в мире. И что случилось неделю назад? Полная потеря связи с реальностью. Почему он не убил вас? Я ему понравилась. Привет, Джун! Шикарное платье! Или блузка! Если ты сама по себе, твои шансы выжить вот такие. Со мной такие, без меня такие. Со мной без меня. Со мной без меня. Он играет с вами. Он шпион. Это его работа. Прости, это рефлекс. Я уже не знаю, чему нужно верить. По-моему, случайных встреч не бывает. Патроны! На счёт три. Готово? Раз. Господи! Здрасте. Это нервы. Хочешь другое число? Давай три. Да, три. Подходит вполне. Хорошо. Жизнь это я и ты в постели. Всё остальное – осуществование. Ты согласна? Конечно. Я буду любить тебя, пока не умру. Чур, я первая. Советник. Похоже, я загнан в угол. Хреново, когда проблемы с деньгами. Я всё устрою. 625 килограммов. Это миллионов 20. Я знаю, на что иду. А ты? Неплохое колечко. Знаешь, сколько стоит? Ты же знаешь силозейки в законах. Почему ты до сих пор не разбогател? Я очень боюсь, милый. Всё будет хорошо. Идя по этой дорожке, ты в итоге придёшь к моральному выбору, который поразит тебя самого. Будь осторожнее со своими желаниями. Они могут сбыться. Советник. У нас проблема. Товар исчез. Мне позвонили наши партнёры. Они потеряли 20 лямов. Они подозревают нас? Нет. Только тебя, советник. Тебя. Они не верят в совпадение. Они слышали о них, но никогда не видели. Ты попал. Когда станет жарко, меня уже тут не будет. Что мне делать? Выхода нет. Это конец. Слишком поздно. Меня-то они не найдут, а вот тебя... Будет ли кровь? Нам столько и не снилось. Ты — это мир, который ты создал. Исчезнешь ты, и мир, созданный тобой, тоже исчезнет. Вы помните реакцию вашего парня, когда он первый раз увидел вас голым? Мать моя женщина! Ещё? Ага. А последний раз помните? Я опаздываю, мне надо в душ. Прям бесит всё. И непонятно, как вернуть нашу страсть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Ё-моё! У меня идея. Давай займёмся сексом и снимем это на видео. Гениально. Твоя самая лучшая идея. Привет! Добро пожаловать на вечеринку Энни и Джея. Любимый, сотри эту запись. Сотру, дорогая. Только не забудь, ладно? Не забуду. И ты весь мокрый. Любое видео, спасибо, хо-хо. Привет! Добро пожаловать на вечеринку. О, чёрт. Энни и Джея. Привет! Добро пожаловать на вечеринку. Энни и Джея. Добро пожаловать на... Дорогой, мне показалось или это наше... Ты знаешь iCloud? Блин! Значит, вместо того, чтобы стереть нашу порнушку, ты разослал её по всем айпэдам, которые мы подарили друзьям? Гипотетически, да. Моей маме. Рубе. Моему Буасову. И почтальону. Айпэд почтальону? По случаю Нового Года. Мы должны немедленно забрать все эти айпэды. Эй, я же играю! Оно загрузилось, ушло в iCloud. А ты не можешь вытащить его из iCloud? Никто не знает, как это сделать. iCloud — это чёртова мистика. Ну чё, повеселимся. Привет. Кто трахается три часа подряд? Столько идёт фильм «Линкольн». Вы что, протрахались весь Линкольн? Я отвлеку босса, а ты найдёшь этот грёбаный айпэд. Да ладно. Нет, нет! Фу! Сири, как делать искусственное дыхание собаке? Домашнее видео только для взрослых. Меня покусала сторожевая собака. Помогите! Только не лицо, не лицо! А ты в это время нюхала кокса своим боссом? Вообще-то я отвлекала его. Ты отвлекала его кокаином? Это чё, типа фильм «Лицо со шрамом»? Большинство детей рождается случайно. Но не я. Меня зачали в пробирке, чтобы спасти жизнь моей сестре. Растить больного ребёнка – это непрекращающийся труд. Конечно, мы могли наслаждаться обычными радостями семейной жизни. Тихий дом, хорошие дети. Эй, давай нашу шутку. Шутку. Детка, ты кто по змеаку? Рак? Ты больна раком? Нет, это лейкемия. Но ты всё равно рак. Но под внешним благополучием скрываются раны, которые угрожают самому существованию нашей семьи. Фильм по роману Джоди Пиккл. Ну, надо же, это правда вы. Я Кэмпбелл Александр. Что я могу для вас делать? Ты видел меня в рекламе? Потому я и пришла. У моей сестры почечная недостаточность. Ты должна отдать ей почку? Я хочу отсудить у родителей права на моё тело. Ты не могла бы это повторить? Что происходит? Анна, ты с нами судишься? Я больше не хочу этого, мама. Это моё тело. Я хочу сама решать, что мне с ним делать. Наверное, мы были виноваты уже в том, что решили искусственно создать ребёнка. Но она этого не хочет. И что теперь? Мы пошли против природы и заставляли её помогать сестре. Я Тейлор. Может, мы сходим куда-нибудь? Давай. Я готова к тому, что болезнь убьёт меня, но она убивает мою семью. Почему она не в больнице? Мы едем на пляж. Отвезти её туда всё равно, что убить. Она умрёт. Ты едешь с нами, а если нет, мы разводимся. Но почему-то... Брайан! То, что разделяло нас, Анна больше этого не хочет. Я тебе не верю. Ты что-то скрываешь, Анна? Да, скажи ей. Сумела нас объединить, чего мы даже не могли представить. От режиссёра фильма «Дневник памяти». Я красивая, папа. Да. Я не проживу её смерти. Не смогу. Ты должна верить, что никогда не сдашься. Но рано или поздно тебе придётся её отпустить. Всё будет хорошо. Прости, что не защитила тебя. Я тебя не оставлю. Мой ангел-хранитель. Скоро на экранах. Да ладно. Ты же всегда встречалась минимум с двумя. Мужики закончились. Этот стоит всех. Эй, что-то не так? Домработница позвонила. У меня трубу прорвало. И ты сорвёшься в коннектику? Это всего на пару дней. Эй, мне нужен Марк. Вы, наверное, его домработница? Нет, я его жена Кейт. Друзья ему что, опять стриптизёршу заказали? Что случилось? Он женат. Когда это тебя останавливало? Ты что, ненормальная? Слушай, а что если нам поужинать? Я тебя впущу. Но девичника у нас с тобой не получится. Я не готова соперничать с такими, как ты. Твой кобель и меня обманул. Текилы или сразу водки? Я не готова соперничать с такими, как ты. Он с кем-то встречается? Не со мной. Значит, он нам обеим изменяет. Обалдеть. Что ты делаешь? Во что играете? Привет. Выходит, он мне лгал. Ты так вкусно пахнешь. Что это? Знаешь, я слегка вспотела. Ну и что будем делать? Надо причинить ему боль. Мы дадим ему по яйцам. Я торчу от твоей фантазии, правда. Но нам нужно нечто более масштабное. Что я нашла? Он крадёт у партнёров. Так найдём эти деньги и разорим его. Союз адвоката, жены и пятого размера не оставит ему ни единого шанса. Ты кормишь его гормонами? О, да. Он уже почти транссексуал. У меня грудь обвисла. Это мужской климакс, милый. Мужской климакс? Ага, внизу тоже. С ума сойти. А, любовница номер три. Ещё пару любовниц, и Кейт просто сопьётся. Странная у вас дружба. Ты даже не представляешь, насколько. А если твой брат на меня запал? Нет, нельзя загробастать и мужа, и брата. Не будь такой... жадиной. Босли! Вот и мои ангелы! Всем встоять! Имело место 2.11, да ещё 3.50. Подпольное ранчо, шиншилл. Но смешно. Прости, я просто как-то... Я жутко возбудилась. Всегда так завожусь на этой штуковине. Думала, здесь еще. Сюрприз! На гадок западаешь. Знать, перебарник просто жутки-то. Желающих отдать за тебя жизнь всегда было предостаточно. Ты и твои подруги испытают боли. Здравствуй, Чарли. Мэдисон, это ты? У меня судьба иная. Я уже не подчиняюсь приказам из громкоговорителя. Я сама себе шеф. Ну, твой шеф и отстой. Ты готова уже? А ты? Вы милые, но сумасшедшие. Это гостиница, я? Я тебя хочу! Я хочу сейчас! Я Алекс Манди, ваш личный спасатель. У них 50 мужчин. Я им сочувствую. Нам пригодится помощь босли. Будут гонки? Печальный сектор. Пэдди О'Мелли? Ты что, не слыхал про Чёрных Орланд? Про Чёрных. Кто изобрёл? Мак Рип, Лаки Чарм, Шемрак Шейк? Ходить-то трудно, в заднице полной песку. Ангел и Чарли. Только вперёд. Попьём! Живо одевайтесь! К нам едут из мэри с проверкой! Они мне должны сказать заранее. А разве я не должна быть женой Джорджа Клуни? А кто такой Джордж Клуни? Вот и я о том же. Никакого завтрака, пока не уберётесь тут! Да, мишка. Вот такая жизнь у нас. Непростая жизнь у нас. Сэнди, куда ты? Стой! Чего носишься? Так я двигаюсь быстрее. Эти дети. Уилл, это поможет тебе в борьбе за постмэра. Людям понравится, что кандидат спас сиротку из-под колёс машины. Уилл Стэкс хотел бы пригласить Энни на ужин. Заберите меня навсегда. Она шутит. Так в чём подвох? Чем чаще нас видят вместе, тем больше шансов на выборах. Удочеришь меня, станешь президентом. Ты же это не серьёзно. Ого! Так вот, что значит жить с миллиардером. Хуже всего, когда ты привыкаешь к чему-то хорошему, а оно заканчивается. И потом у всего остального припускай... Короче, другой. Чё? Я сделала завтрак. Ешь, пока не остыл. Энни, я никогда не ел ничего подобного. Что это? Ммм, паприка. О, орегано. Я сохраню твой секрет. Доверься мне. Это чудо. Мы нашли её родителей. Нам так кажется. Что ж, меня это очень радует. Восход придёт к нам завтра. С кем угодно спорю я, что завтра... Всё будет хорошо, сын. Восход придёт к нам завтра. Продержись, пожалуйста, до завтра. Что нам делать? А чего все вокруг поют? Ну, где же ты завтра? Любима, не завтра. Иногда счастье оказывается гораздо ближе, чем мы думали. Любима, не завтра. Старик мне звонил. Он вас ожидает? Что? Это история Гарри Дина, многострадального подчинённого мультимиллиардера Лайона Ла Шабандара. Ты только взгляни на это. И вот настал час расплаты, который включает поддельную картину и настоящую ковбойшу. Ты бы хотел заработать полмиллиона пунктов. Ага. Эй, бабуля! Боже, бравый. Эти милые люди хотят нас сфоткать. Ровно. Прекрасная работа. Он никогда не распознает подделку стога Сиэна Моне. Уже много лет Шабандар пытается заполучить эту картину. Это же мои стога. Смотрю, Гарри рассказал вам про ту картинку, которую я думаю продать. Может, вы согласитесь поужинать со мной? Вот уж не откажусь. Парень просто идёт. Матерь Божья. Что ты делал на том уступе? Исчезавшие портки висят на дереве. Человек, с которым мы имеем дело, не проще совместить рабочее и личное. А может, я и не прочь перепихнуться с твоим мультимиллиардером? Он чёртов эмпотент. Твои орешки в моих руках. Прекрасно. Давай с тобой зажжем. Это чертовски круто. Какие-то проблемы, сэр? Возникли проблемы с охраной. Гамбит. Вы точно ничего не забыли, сэр? Нет, нет, я так не думаю. В кинотеатрах с 7 марта. Я бросаю вызов! Мы встретились здесь, на этом месте! Чтобы раз и навсегда решить, кому принадлежит район пяти улиц! Рождённым здесь! Или же вонючим иностранцам! Чтобы разжечь этот костёр, нужна лишь искра, которая разбудит нас ото сна. Кто ты такой? Ты сын священника? Как тебя зовут? Амстердам, сэр. Амстердам. А меня Нью-Йорк. Всё, что ты видишь, принадлежит мне. Эричники, попрошайки, воры рыболовы, бары. Все платят. Иначе в этом мире тебе не устаете. Короля никогда не убивают под покровом ночи. Это делают так, чтобы за его гибелью наблюдал весь двор. Каждый день с кораблей спускаются ирландцы. 15 тысяч в неделю. Если собраться вместе, у нас будет не банда. У нас будет армия. Вызов. Принят вызов. Я прикончил отца, а теперь прикончу сына. Завтра всё кончится. Не кончится. Банды Нью-Йорка.